здравствуйте друзья на связи Денис Телегин сегодняшнее видео я решил снять под впечатлением от недавней поездки на оценку одного объекта скажу сразу что мы не договорились потому что заказчик выставлял очень маленькие сроки на выполнение работы и как бы я не пытался ему доказать что есть определенные технологии их необходимо соблюдать а эти технологии требуют времени заказчика это не убедило он снимал отдельное жилье и не хотел платить лишние деньги то есть он хотел максимально быстро сделать ремонт и въехать в свою квартиру как я уже сказал очень важно это соблюдение технологического процесса если его нарушить то это может привести к весьма печальным последствиям нарушить технологический процесс можно разными способами и среди них есть такой способ как ускоренная сушка материала я уже снимал отдельное видео о том что будет если ускоренно сушить гипсовую штукатурку ну а сегодня хочу снять видео о том что будет если ускоренно сушить стяжку пола сразу скажу что данное видео касается только так называемой мокрой стяжки мокрая стяжка твердеет уже на следующий день то есть через сутки по ней можно ходить но помимо твердения есть еще такое понятие как набор прочности а набирает прочность такая стяжка в течение месяца для того чтобы стяжка набрала свою прочность после заливки ее необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой это делается для того чтобы влага и стяжки как можно дольше не выходила наружу именно таким образом стяжка и набирает свою прочность если влага очень быстро выйдет из стяжки это приведет к тому что она не сможет набрать свою прочность она станет рыхлой и обязательно потрескается для того чтобы форсировать события и максимально быстро принудительно высушить стяжку используют следующие технологии Летом открывают окна и образуется сквозняк, а он способствует быстрому удалению влаги стяжки. Зимой, когда окна открывать нельзя, включают тепловые пушки. Обычно такие технологии практикуются, когда делается ремонт небольшого помещения, например студии, площадью не более 30 метров. Ремонт в такой студии должен сделаться очень быстро, месяц или полтора. Дальше по деньгам мастеру работать там уже не рентабельно. Поэтому и практикуется такая технология ускоренных работ. Чем же еще опасна принудительная сушка стяжки, помимо того, что мы ее быстро обезвоживаем и она не может набрать свою прочность? Принудительная сушка приводит к тому, что сохнет только верхний слой стяжки, а внизу влага все равно остается. И со временем эта влага будет подниматься кверху. Если поверх такой стяжки мы постелим, скажем, ламинат или паркетную доску, то это пройдет к тому, что эта остаточная влага впитается в тот же ламинат и паркетную доску. Они обязательно покоробятся, а это считает выброшенный материал. Итак, друзья, что я хочу сказать в завершении. Необходимо полностью соблюдать все технологические рабочие процессы. Стяжка должна сохнуть естественным путем и набирать свою прочность. Никакие ускоренные технологии здесь не подойдут. Стяжка станет рыхлой, потрескается и в итоге мы заплатим лишние деньги и потратим лишнее время по замене этой стяжки. Ну а для того, чтобы проверить, насколько стяжка высохла, можно воспользоваться следующим способом. На стяжку при помощи скотча наклеивают кусок полиэтиленовой пленки. На следующий день эту пленку снимают и смотрят. Если под ней есть влага, то стяжка еще сырая. Если влаги нет, то стяжка высохла. И можно стелить напольные покрытия. Ну а на этом, друзья, все. Смотрите мои другие ролики и подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует...